Дорога в школу Ремонт выполнен на 98%. В настоящее время специалисты завершают оставшиеся работы. Укрепляют обочины асфальтобетонным гранулятом. Данный вид работ защищает от разрушения кромки асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетонный гранулят сыпется чуть выше основного покрытия и уплотняется с тем условием, что автомобильный транспорт будет наезжать не на кромку для съезда и разрушать тем самым, а на гранулят. Ремонт на улице Офицерской выполняли методом больших карт. Здесь уложили почти километры нового асфальтобетонного покрытия. Обновили и инженерные коммуникации, подняв их на проектной отметке в один уровень с дорожным полотном. Люки смотровых колодцев заменили на новые – антишумные и антивандальные. Ремонт улицы Офицерской остается на контроле не только Департамента городского хозяйства и экологии, но и общественности. Для жителей Зубчининовки это важная транспортная артерия. Жители очень активны данной территории. Они буквально каждый метр дороги просматривают, правильно ли она сделана, сделано ли это по ГОСТам, будет ли потом приемка данной улицы. Это очень важно. И контроль жителей, поскольку выезжала я сама неоднократно, встречалась с жителями, с подрядчиком, для того, чтобы работа была выполнена качественно. Улучшение дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Ремонтируют дороги местного и регионального значения и крупные объекты, такие как мосты. По итогам 2022-го губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Так, в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне обновляют 42 объекта уличнодорожной сети. 25 участков уже завершены, на 10 продолжают трудиться. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.